Конец приватности в сети. Один из самых популярных в мире сервисов. Ватсап якобы готов дать спецслужбам доступ к переписке пользователей, пишет сегодня пресса. Если это правда, то для силовиков станут доступны сообщения полутора миллиардов человек. Дмитрий Анопченко в Вашингтоне выяснял детали. 65 миллионов сообщений каждый день, полтора миллиарда пользователей по всему миру, более миллиарда групп, в которых люди переписываются с близкими или бизнес-партнерами. Такова статистика одного из самых востребованных мессенджеров, который набрал обороты, гарантируя безопасность Вашей переписки. Чтобы сообщения не прочли, конкуренты, враги или спецслужбы на Ватсап переходили. И политики, и крупные бизнесмены, дескать, опасаться нечего, все ведь зашифровано. И вот сейчас в прессе появилась информация, якобы сквозное шифрование сообщений пользователей, благодаря которому мессенджи никто не мог прочесть, кроме отправителя и получателя. С нового года будет прекращено. И спецслужбы легко получат доступ ко всей информации за многие годы. Пресса пишет, создатели мессенджера якобы вынуждены пойти на такой шаг по распоряжению компании Facebook, которая купила мессенджер. А у нее давние споры с силовиками. Те настаивают, мол, должны предотвращать действия террористов и людей с психическими отклонениями. Но не могут эффективно это делать, поскольку переписка зашифрована. А с 1 января такую возможность теперь вроде бы получат. Эта информация взволновала многих, заставив задуматься и о сохранности своих сообщений. И уже сейчас удалять диалоги, не предназначенные для посторонних глаз, чтобы понять, правда ли это, и эра приватности в интернете действительно заканчивается. Или, как здесь принято говорить, фейк-ньюс, которых в последнее время много. Я сегодня с утра связался с пресс-службой WhatsApp. Но там, к моменту эфира, не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, появившуюся в прессе. И остается надеяться, что или журналисты все же несколько преувеличивают, или что скорее Facebook в итоге одумается. Ведь интернет дает нам с вами шанс на приватность. И потерять ее в обмен на мнимую безопасность для многих слишком большая цена. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.